Добрый день дорогие друзья сегодня представляю вашему вниманию телефон nokia 500 nokia 5000 или как вам угодно выпущен он был в 2008 году так же как и при так же как и nokia из предыдущего обзора 1680 вообще как было у моего дедушки был 50 00 у бабушки 1680 я их оба помню короче давайте осмотрим внешний дизайн выпускалась выпускалась модель в четырех различных цветах как в нашем случае черный был еще цвет под названием cyber green такой салатовый с белым был еще голубенький с серым и пурпурный тоже по моему по моему с белым как и зеленый пурпурный из белого вроде но как каждому как говорится на вкус и цвет как по мне черный цвет безусловно подходит любому этот я раздобыл на авито выбрал именно того цвета который у моего дедушки краски было не надо давайте осмотрим внешний вид значит здесь находится экран разрешение 240 на 320 пикселей тфт 65 тысяч цветов телефон позиционируется как телефон среднего класса здесь находится клавиатура она слитная и глянцевые нажимать довольно таки удобно но кому как здесь надпись nokia здесь разговорный динамик ну и спереди ничего больше нет левая сторона без дополнений а справа на находится кнопка камеры и разъемы довольно таки и традиционные разъемы многих моделей nokia тех времен как и на 1680 том же на других моделях там даже на серьез 30 например 1208 1202 и так далее это разъем 2 2 миллиметра под зарядное устройство разъем для сервисного кабеля и два с половиной миллиметра под наушники в комплекте они по моему не идут два с половиной миллиметра их на их можно было скорее всего купить отдельно сейчас на алиэкспресс помолище где-то в интернете можно найти переходники вот такие наушники при помощи них можно слушать радио или музыку сервисный кабель нужен для подключения компьютера для перепрошивки для вшития каких-то других сторонних программ телефон купить такой кабель было нельзя он был только у сотрудников сервисного центра однако сейчас можно на алиэкспресс помоли или в других местах в интернете такой кабель можно найти и пользоваться им сзади сзади телефон выглядит довольно таки круто такая большая надпись nokia динамик камера на 1 и 3 мегапикселя но и металлическая хрень вот здесь тоже который чуть-чуть подстерлась сверху находится выемка для шнурочка а снизу вот здесь находится микрофон значит полностью телефон выполнен из пластика весьма качественного поскрипывает конечно вот тут уже но крышка ли подлюфтит работает телефонной системе серии 40 но как бы операционная система скажем так так же как и nokia 1680 тоже всякие другие модели c102 2220 и многое и других встроенной памяти значит в телефоне 12 мегабайт всего лишь она не расширяется карты памяти тут не поддерживаются но зато в отличие от предыдущей модели 1680 который мы смотрели прошлом выпуске здесь есть bluetooth здесь есть bluetooth и можно передавать файл весит он 74 грамма и давайте откроем наконец-то заднюю крышку открывается она довольно таки и случайно ее так не откроешь аккумулятор тут bl4b емкостью 700 миллиампер разве здесь весьма нестандартный разъем для сим-карты вытаскивается она вот так вот оба она всего одна и вставляется он туда же вот так некоторые люди даже не могли понять как вставлять сим-карту этот телефон ну и давайте наконец-то включим наш телефон запускается достаточно быстро после извлечения аккумулятора нас всегда будут просить вести дату и время время семнадцать двадцать восемь сегодня у нас второе сентября 2021 год от время установлены и мы приходим на главный экран здесь у нас актив имена оператор дата время состояние аккумулятора из сети и этот значок показывает что у нас включен bluetooth клавиши довольно таки неплохо нажимаются эта кнопка нас выводит вызовы которые мы совершали но сейчас нет актив имена это все тоже можно настроить можно выбрать свои функции память здесь до 1000 контактов по также поддано вики и можно тоже настроить следующую функцию например вот у меня влево это стоит проигрыватель вправо календарь влево режимы и вниз контакты с помощью решетки удержания можно отключить звук если нажать это самая звездочку можно попасть в радио она работает только с наушниками это это клавиша нас выводит в главное меню она очень похожа на то меню которое было 1680 как видите те же самые иконки сообщения контакты журнал вызов настройки галереи мультимедиа органайзер приложение интернет и меню sim карты в сообщениях они поддерживаются смс и ммс электронная почта поддерживается также поддерживается чат который не работает уже есть также встроенные шаблоны которые можно использовать сообщение да сразу вот весь текст будет не видно можно сразу на одном экране а нет а мы сами типа выбираем когда мы будем давайте сотрем как выйти отсюда я не хотел сохранить черновики ну и ладно контакты есть посмотреть может контакт создать синхронизировать настроить можно все разложить по группам очень удобно журналы вызовов не принятые принятые все набранные по сообщениям местоположение даже есть настройках есть режимы их всего 6 каждый из них можно ставить на время настраивать темы темы мы посмотрим чуть позже сигналы здесь выбираем можем выбрать сигнал можем настроить его громкость евро вызов у нас отключен сигналы сообщений можно выбрать но и так далее дисплей фоновый рисунок можно выбрать очки джойстика и экранную заставку размер шрифта дату и время настроить быстрый доступ это как раз таки вот на рабочем столе что настраивать синхронизация резервное копирование подключение устройство как видите здесь блютуз вызовы телефон аксессуары конфигурации защиты ну и восстановка стандартный настроек в галерее это файловый так сказать менеджер здесь у нас хранятся фотографии вот компьютеры я например фотографировал но мы еще посмотрим на видео нету я не снимал видео музыка есть mp3 трек вот этот есть например не будем долго слушать чтобы а то вдруг забанит на заводе вас барновлен есть встроенные рингтоны что так тихо раз уж мы перешли к мелодиям давайте и продолжим здесь у нас находится сигнал и вызовы как видим тут продвинутый такой player уже есть с разными настройками показываются только те мелодии которые находятся папки с музыкой а 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 такие вот рингтоны у нас тут есть есть также сигналы например для будильника аудиозаписи это то что он диктофон принятые файлы это то что по bluetooth перина так графика давайте посмотрим есть фоновые рисунки здесь папка заставки на заставок нет почему рисунки которые можно на фон рабочего стола поставить такие вот такие вот есть что выбрать есть также графические клипы для такие картинки для фоторедактора подходит ну или для и мы с какого-нибудь давайте теперь темы посмотрим здесь всего 7 по моему тем хотя и и все они темные ну давайте посмотрим электроэквалайзер видел чувака одного на обзоре у него был такой телефон в салатовом свете но зеленый с белым и там была еще тема как раз таки подходящий под этот цвет она была такая светлая и и зеленый зелененькая здесь что-то такой нет эквалайзер это видимо снеге такой на рабочем столе у нас эквалайзер типа такой что у нас дальше идет lights ну просто сзади появился такой фон ничего особенного значит что дальше вот это вот неплохая тема не он грит ну да выглядит неплохо тема такая ну и последняя темка это вот синенькая может быть она будет красиво выглядеть ух ты классно ну то тоже неплохо выглядит жалко что тут нет той самой светленькой тема не все темные ну и тут все по файлам дальше мультимедиа камера камеру можно включить также нажав на эту кнопку вот здесь камера как видите 1,3 мегапикселя давайте вот этот nokia заснимем можно нажать как и кнопку вот эту чтобы сводить как она нормально так ради так и на кнопку на вике вот так вот мы сходили и все это в галерею попадается но и давайте видео снимем тоже как видите время оставшиеся здравствуйте с вами максимадзе мы снимаем видео может сразу на видео проигрыватель мы его уже смотрели и радио радио как видите просят гарнитуру подключить поэтому мы не посмотрим радио но и диктофон давайте запишем качество записи можно качество голоса качество музыки если собираетесь трек записи лучше вот это включить если голос то вот это но мой голос берем здравствуйте дорогие друзья с вами канал максимадзе мы снимаем ой записываем диктофон тут ну так себе качество конечно а мр так давайте посмотрим получившуюся видеозапись ну качество такой же как на диктофоне по звуку а фпс довольно таки небольшой органайзер будильник будильник может только один поставить календарь дела заметки калькулятор и секундомер в интернете у нас можно заходить в интернет саде я забыл сказать про интернет он тут здесь и gprs есть edge gsm чистоты в этом телефоне 850 900 1800 1900 мегагерц ну и последнее что нас интересует это приложение игры коллекции загрузки загрузки это я сам создал папку в которую помещаются те игры которые сам заказал мы их посмотрим в коллекции значит приложение находится которые встроены загрузить что-то из интернета конвертер величины опера мини игры здесь встроенные игры только в этой папке три встроенные игры это магомон два сети все мы довольно таки известная игра city blocks и конечно же змейка 3 в более ранних версиях этой модели вместо змейки была игра хай роллер казино ну как по мне змейка лучше давайте каждую из этих игр посмотрим магомон 2 это на это самая нарды давайте посмотрим как они выглядят так простой давайте попробуем играем за черных хорошо а то есть это не мы еще сыграли понятно давайте сюда поставим в общем позалипать тут можно в принципе то как-нибудь следующая игра более интересная более знакомая city blocks называется очень известная игра она многим нравилась быстро давайте быструю стройку выберем можно постройку города выбрать строим короче вот так дома кладем блоки друг на друга здесь у нас находится три жизни которые сгорают если вы если блок блок падает так пока ставим ровно так сейчас уже стали неровно что-то ставить потому что тороплюсь я что-то ну и на парашютах жителей короче прилетают я бы не стал бы в таком доме жить на самом-то деле ну нафиг вот первая жизнь у нас сгорела потому что блок упал время для комбо есть сверху в быстрая стройка это просто типа ставишь рекорд по самой высокой башни по вторая жизнь сгорает у нас права на ошибку больше нет вот третья жизнь у нас сгорела ну и все построили тридцать три этажа такая вот игрушка ну и змейка у нас еще осталось снэйк 3 что-то я не пойму а где звук включить можно выбрать цвет змеи пусть будет красный новая игра выбираем классическую так что-то тут обзор не очень большой это не совсем-то змей как на как-то которую любили все змея как видите сразу уже такая здоровая здесь мини карты есть небольшие где можно увидеть где находится фрукт который мы будем съедать вот он но из цапались папки загрузки у меня уже несколько игр стоит который оставил это асфальт 6 бомб стейлс очень популярная игра для nokia очень идеально сюда подошла хай роллер к казино который издавалась на более ранних версиях этого телефон и мобайл марио который я вам показывал на канале не так давно стала эта игра с обязательной игрой на каждом таком мобильники ну давайте хай роллер к 1 тоже посмотрим так как она была на этом телефоне на более ранних версиях давайте новый blackjack давайте например выберем убираем ставку давайте макс максимум прям поставим должно 21 из наших карт получиться у нас сейчас 10 давайте добавим еще 10 так 10 давайте себе дилер выиграл зашибись давайте еще раз попробуем давайте теперь поставим половину от предыдущей ставки так теперь двенадцать у нас давайте добавим еще что у нас выпадет 19 еще давайте тогда мы вот мы выиграли отлично такая вот игрушка она не такая интересная как змейка все таки эту игру я вам уже показывал эту игрушку и наверно сами найдете я сегодня пока пока показываю бог ё-моё да надо будет удалить потом что-нибудь памяти мало совсем ладно такой вот в общем был телефон такие вот игры прикольные еще кстати 1 от чувака которую которого обзор был сладу версии там еще среди игр среди тех что у меня встроенных там бы еще была какая-то игра бабл баш но она и не запускал поэтому и я в интернете и и даже не нашел поэтому не знаю что это такое у бабл это пузыри это ваши блин не знаю что такое такой вот короче nokia 500 один человек назвал его не до экспресс music еще ну и такой телефон короче на сегодня все с вас ликос писус с меня эпичные вирусы подписывайтесь также на мой стримовский канал и на группу вконтакте всем пока вконтакте всем пока